Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! В современном мире все реже придерживаются традиций и все реже живут по древним обычаям. А если кто-то все же решается почтить своих предков, того считают чудаком или того хуже сумасшедшим. Даже больше, сегодня многие старые обряды и обычаи вообще неприемлемы в современном мире и считаются дикими и жуткими. Так в Китае произошло именно то, что сейчас считают диким и неприемлемым. Здесь 25-летнюю девушку заставили выйти замуж за пожилого мужчину. Родители выдали замуж молодую дочь за старика, только потому, что он был баснословно богат. Но все же в этой истории не все так однозначно и просто. Сяо Цую родилась в очень бедной семье. Девушка была родом с маленькой китайской провинции, где в основном жили только самые бедные. Родители Сяо не могли дожидать образования своим детям. Им иногда даже на еду не хватало. У Сяо также был родной брат. Парень же не мог жениться, так как из-за бедности никто не решался выдать за него свою дочь. Кому нужен нищий муж или родственник? Родители Сяо были просто в отчаянии и решились на самое опрометчивое решение – выдать свою дочь красавицу за богатого жениха. И кандидат нашелся очень быстро. Была только одна проблема. Жениху на тот момент исполнилось 60 лет. Когда Сяо узнала о решении своих родителей, она была просто в шоке. Девушка была в полном отчаянии. Но в то же время она понимала, что другого выбора у нее нет. И это не просто капризы ее папы и мамы, а необходимость. Их положение было ужасным, и она не хотела ухудшать его своими капризами и недовольством. Девушке оставалось только лить слезы. Но со временем ситуация стала немного меняться. Начались приготовления к свадьбе. Сяо познакомилась со своим женихом и будущим мужем. И ее отношение к нему стало меняться. Она понимала, что 60-летний старик не тот человек, с которым она должна разделить свою жизнь. Но все же что-то в ее женихе выдавало совсем не дряблого старика, а активного и живого человека. Что самое странное и что даже пугало Сяо, ее 60-летний жених стал даже нравиться девушке. Он старался о ней заботиться, проявлял уважение и прислушивался к ней. Он всячески показывал свое хорошее отношение. И то, что она не будет его рабыней и служанкой, она будет его женой. Они будут равны во всем. И ему удалось наладить Сяо чувственную связь. Девушка стала привыкать к нему, и все ее страхи и беспокойства стали отходить на второй план. Сяо уже даже не терпелось выйти замуж, и девушка принимала активное участие в подготовке. И вот настал тот самый день торжества. Сяо в красивом белом платье и ее 60-летний жених в черном смокинге. Церемония прошла по всем правилам и с учетом всех традиций. Все были веселыми и отправились на торжество в ресторан. Потом настал момент, когда Сяо должна была уединиться со своим мужем. Они отправились в уже их общий большой дом. И пока Сяо раздевалась, ее муж пошел в душ. И вот спустя несколько минут с ванной комнаты в спальню вошел он. Не старый и дряблый мужчина, а очень молодой и стройный юноша. Поначалу Сяо даже испугалась и решила, что кто-то проник в их дом и их спальню. Но нет, юноша стал говорить, и это был голос ее жениха. И жесты были тоже его. Только был он уже не старым, а молодым и очень привлекательным. Выяснилось, что юноша попросту загримировался под старика, и ему важно было узнать, насколько искреннее чувство у девушки к нему. Ему хотелось, чтобы полюбили его как человека, а не его деньги и статус. Вот и придумал такой необычный план. А Сяо он заприметил уже давно и знал, что ее семья нуждается в деньгах. Так Тяо, так звали парня, решил завоевать девушку не как молодой и красивый, а как старый и немощный мужчина. И он видел, как девушка на него отреагировала в первую их встречу и видел также то, что она менялась и как менялось ее отношение к нему. Ей нравилась душа Тяо, а не внешность, и она влюбилась в него, а не в его деньги и красоту. Такая проверка, конечно, вызывает много вопросов, и ее точно нельзя назвать нормальной. Но все же радует тот факт, что все закончилось удачно. Сяо, конечно, была в шоке, но она уже давно была влюблена, и они с Тяо создали крепкую семью. Сейчас в их отношениях царит любовь и доверие, а это самое главное. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в инстаграм и фейсбук, ссылки в описании.